Обсудить судьбы иностранных агентов по обе стороны океана и другие новости недели. Я пригласила сегодня старшего научного сотрудника Института Катона в Вашингтоне, экономиста и экс-советника президента России по экономической политике Андрея Ларионова. Андрей Николаевич, я приветствую вас. Добрый день, Глядя. Давайте вот на повестке дня у нас первым номером иностранные агенты. Очень хочется узнать ваше вообще прочтение этой информации, если вот что случается, когда иностранным агентам назначают средства массовой информации в контексте последних дней, вашей точки зрения. Ну, в целом, конечно, это отражение исключительно нервозного состояния политических лиц в Москве и, конечно, самой Russia Today, которая оказалась в центре внимания со стороны потребителей ее продукции в той степени, в какой она никогда не находилась. И это самое главное неприятное. Никакие административные меры, которые были введены, даже не против нее, против одной, даже не против нее, а относительно одной из компаний, с которой она сотрудничает. Поэтому это такое немножко нервозное и нервическое отношение, которое попытались представить в качестве очередного эпизода холодной или какой-то иной войны. Конечно, работа американских или связанных с Соединенными Штатами компаний на территории России будет осуждена, это верно. Но, с другой стороны, большого воздействия она оказать не сможет. Дело в том, что у нас существует асимметрия в производстве и потреблении информации между Россией и Соединенными Штатами Америки. И, несмотря на все усилия со стороны Russia Today, американцы все равно в очень незначительной степени ориентируются на этот источник информации. В то время как значительно большая часть граждан России следила, следит и точно будет следить за информацией, которая происходит из независимых источников, в том числе и базирующихся на территории Соединенных Штатов, так же, как и на территории других стран, где существует свободное средство массовой информации, где существует конкуренция. Поэтому, с одной стороны, это, безусловно, неприятно, но радикально это не изменит баланс. Но и самое главное, внимание свободного мира, можно так прямо сказать, да, свободного мира точно в области информации, к той информационной и дезинформационной войне, которая ведется со стороны России, сейчас оказалось таковым, что баланс настолько радикально сместился в сторону предпочтения свободных СМИ, что, ну, это, в общем, некоторые такие судороги, которые свидетельствуют скорее о том, что эта эпоха близится к концу, а не к тому, что она только начинается. Ну, а вот на ваш взгляд, конечная цель российских законодателей, им хотелось бы полностью устранить иностранные западные СМИ с российского рынка или вот эта мера целиком реактивная? Это эмоциональная реакция, совершенно эмоциональная реакция, демонстрация того, что вот вы можете, и мы что-то тоже такое можем. Ну, вот вы помните, какая была так называемая дипломатическая война, когда российские власти выслали или сократили число сотрудников американских организаций на российской земле, а затем американцы ответили закрытием консульства в Сан-Франциске. Это было гораздо более болезненное решение, чем то, которое российские власти предприняли. После этого было очень много заявлений о том, что, а вот теперь мы размахнемся, а вот теперь как мы ударим, какое решение мы примем, и ничего не было. Ну вот, Андрей Николаевич, органично перемещаясь по теме симметричных и зеркальных мер, я предлагаю сейчас перейти к еще одной новости в российско-американских отношениях, в создании которой вы принимали непосредственное участие. По ком в Вашингтоне звонит санкционный колокол, дальше в нашем эфире. Возможно, этот документ будет носить название «Кремлевский отчет». Вероятно, он увидит свет 1 февраля следующего года. Не исключено, что его часть будет засекречена. Наверняка в нем будут десятки известных и не очень имен россиян, которым Вашингтон намерен сказать решительное экономическое «нет» и наказать за близость к Кремлю. Этот документ – логическое продолжение, подписанного президентом США в августе закона, получившего название «Акт противодействия противникам Америки посредством санкций». Особый интерес в одних кругах и душевный трепет в других вызывает под пункт 241 этого документа, согласно которому Министерству финансов США после консультации с разведкой и госдепартаментом предписывается представить в Конгресс список имен политических фигур и олигархов, приближенных к Кремлю, с оценкой уровней их коррумпированности, размера финансового состояния и источников дохода. В попытке не оставить Минфин один на один с этой нелегкой задачей аналитики в Вашингтоне под эгидой Атлантического совета представили на этой неделе в Конгрессе документ с предложениями о том, какими критериями стоит руководствоваться при поисках тех, кто должен попасть в новые санкционные списки. Категории лиц в этом документе получились приблизительно следующие. Политическая бизнес-элита, ответственная за агрессивные, коррумпированные или преступные операции. Кремлевские олигархи, способствующие продвижению агрессивных внешних действий, имеются в виду Сирия, Украина, а также агрессивные кибероперации. Далее близкие друзья Путина из Санкт-Петербурга. Еще дальше золотые дети, наследники друзей президента, получившие руководящие посты в министерствах и госкорпорациях. Далее личные друзья Путина, хранящие его финансы. Затем известные олигархи, ведущие прямой бизнес с Кремлем. И, наконец, коррумпированные менеджеры госкомпаний. Подробнее об этой инициативе мы прямо сейчас узнаем у нашего специального гостя, который по совместительству является и одним из авторов упомянутого доклада. Андрей Ларионов у нас в студии. Андрей Николаевич, продолжаем. Ну вот что вас и ваших коллег заставило вообще заняться этим делом и взяться за эту инициативу? Юлия, я только должен немножко поправить. Мы являемся не авторами того доклада, о котором идет речь, и который должен быть представлен к 1 февраля. Мы являемся авторами меморандума, который представляет собой коллекцию рекомендаций. По поводу того, каким образом может быть этот доклад, как он может быть подготовлен, на какие категории надо обратить внимание. И спасибо большое вам, потому что в вашем представлении довольно подробно и точно представлено основное содержание этих рекомендаций. Ну вот что вас вдохновило, собственно, на их создание? Ну, собственно говоря, к нам обратились просьбы для того, чтобы подумать над тем, каким образом можно все подготовить этот доклад. И это касалось, конечно, и конкретных имен, и категории. Но с нашей точки зрения гораздо более важным является рассмотрение категорий, принципиальных позиций, лица, отвечающие каким критериям, каким требованиям, могут или должны быть включены в соответствующий доклад. Конечно, ответственность за включение того или иного лица в этот доклад лежит на тех организациях, которые вы упомянули. Но поскольку мы некоторое время работаем с этой темой, и мы немножко знакомы с тем, что происходит, то мы посчитали невозможно для себя отказаться от этой почетной и важной работы. Причем я хотел бы особенно подчеркнуть, что эта работа отвечает интересам не только Соединенных Штатов Америки, Конгресса Соединенных Штатов Америки, прежде всего она отвечает интересам российского народа, российских граждан. Но прежде всего потому, что лица, которые перечислены сейчас пока в качестве категорий, конечно, действительно принимали и принимают участие, как вы правильно сказали, в нелегальных, криминальных, коррупционных операциях, К большому сожалению, действующий российский уголовный кодекс, он, с одной стороны, действует на бумаге, на практике он не действует. Практика, не применяя реальная практика судопроизводства и следственных действий на территории России, сводится к тому, что многие лица, кто действительно участвует в осуществлении преступлений, не подвергаются каким-либо наказаниями, даже рассматривая. В то же самое время наказываются совсем другие люди, в том числе невиновные. Поэтому необходимо помочь российской судебной системе, российской юридической системе, которая сейчас находится в некоторой такой паузе. И в данном случае работа Конгресса Соединенных Штатов Америки и исполнительных органов американской администрации можно рассматривать как своего рода аутсорсинг. То есть то, что мы не можем сейчас сделать на территории России, мы попросили сделать тех, кто это может сделать, снаружи. Ну, собственно, некоторые функции, некоторые услуги сейчас осуществляются за рубежом, мы это хорошо знаем. Но вот, в частности, такие легальные услуги взяли на себя наши коллеги в Соединенных Штатах Америки. В какой-то степени это даже может напомнить программу «Ленд-Лиза», известную нам по 70-летней давности, когда тоже Соединенные Штаты пришли на помощь российскому народу, российским гражданам и оказали очень существенную помощь в борьбе с общим врагом. У нас сейчас тот же самый враг, он общий, потому что преступные действия, криминальные действия, коррупционные действия, они вредны и для Соединенных Штатов, но в гораздо большей степени они вредны для российского народа. А в России, как на ваш взгляд, отреагируют на эту помощь? Ну, я служу по тому, как эта тема обсуждается, в частности, у меня в блоге. Она обсуждается очень хорошо, поддерживается широчайшим образом. Огромное количество людей участвуют в обсуждении и делают свои предложения, в том числе и по категориям, в том числе и по конкретным лицам, и в том числе и по соображениям, как это нужно делать. Поэтому я должен сказать, подавляющее большинство граждан относятся к этому положительно. К тому же я должен добавить, что наряду с теми предложениями и теми соображениями, которые высказаны и вот в этой статье 241, этого закона 33-64, но и одно соображение, которое было высказано моим коллегой, Андреем Андреевичем Пьянковским, мне кажется, это очень важное предложение, заключающееся в том, что важно не только назвать эти лица, этот список открывает, кстати говоря, в дальнейшем, возможности для американских и не только американских организаций для того, чтобы замораживать активы этих граждан и предпринимать другие действия индивидуального характера по поводу тех лиц, которые оказались включенными. Но самое главное, в том случае, когда эти средства будут заморожены, то рано или поздно эти средства, которые были пощищены у российских граждан, у российского народа, могут быть возвращены российскому народу тогда, когда для этого служатся необходимые благоприятные условия. А какие может быть механизмы этот возврата, очень интересно? Возврат, ну, если оказывается заморожены эти средства, то в таком случае есть механизмы по возврату, передаче тех самых средств в том виде или в каком-то ином. Если, например, эти средства вложены в недвижимость, то передаются либо соответствующие бумаги, либо, собственно, эти активы продаются, передаются денежные средства. Такие случаи бывали. И, в принципе, сама по себе вот эта задача является чрезвычайно важной. Можно спорить по поводу того, какие суммы действительно были пощищены из государственного бюджета, пощищены из общих национальных активов, государственных активов, и переведены были нелегальным образом на частные счета. Но сама эта идея является, безусловно, положительной. Андрей Николаевич, ну, безумно интересно при этом узнать, сколько, на ваш взгляд, будет имен в этом списке? Мы сейчас говорим о категориях. Вы думаете, что это будут десятки, сотни? Это зависит, конечно, от авторов, но, исходя из логики процесса, который идет уже не первый день, не первый месяц, не первый год. В начале был закон Сергея Магнитского о восстановлении верховенства права. Затем был глобальный закон Магнитского. Затем были санкции введены по отношению к российским гражданам и к российским компаниям в связи с интервенцией в Украине, в связи с оккупацией и аннексией Крыма, в дальнейшем сведении войны на востоке Украины, теперь уже и в связи с вмешательством в процесс выбора Соединенных Штатов Америки. То есть уже даже в Соединенных Штатах Америки накоплен достаточно большой опыт осуществления этих операций, и существуют разные списки. Поэтому сейчас, когда такой закон принят на уровне Конгресса, то, естественно, ожидать, что, по крайней мере, все те лица, которые уже когда-либо включались в разнообразные списки, тоже попадут в этот общий список. Однако этот список на этом не закончится, но тогда будут включены и другие лица, в том числе в соответствии с теми критериями, о которых вы говорили, и которые видели и слышали наши зрители и слушатели. Вот еще один вопрос. Когда презентовали этот документ, который вы создали, вы упомянули, если я правильно поняла, что сейчас к создателям этого документа, к авторам этого документа, поступают звонки некие с той стороны. Звонят, о чем-то просят. Вы можете сказать, что за звонок? Ну, это естественное состояние, потому что немало людей в Москве реально обеспокоены этим, потому что для многих людей, по крайней мере, тех, кто продолжает быть заинтересован в том, чтобы вести бизнес не только на территории России, но и в международном бизнесе, для них было бы это крайне неприятно оказаться, если их имена или если компания оказывается в такого рода списке. Поэтому они, естественно, демонстрируют свой интерес, вот, и они предлагают делать свои предложения по поводу критериев, они говорят, как с их точки зрения такой доклад должен составляться, кто туда должен быть включен, а кто туда не должен быть включен, и как-то получается, что они полагают, что они сами не должны быть там включены. Ну, бездонная тема, на самом деле. Один из ваших соавторов предложил и подчеркнул, что невозможно применять ковровые меры по отношению к олигархам, что не все должны попадать, не каждый олигарх российский должен попасть в этот список. Во-первых, согласны ли вы с этим? А во-вторых, вообще есть в России сейчас условия для существования хороших олигархов? Значит, вот смотрите, тут очень важно, вы говорите несколько раз, то уже назвали олигархи, значит, надо иметь в виду, что этот список включает в себя три основных категории, согласно языку, тексту этого закона. Первое – это политические деятели, то есть это не олигархи, это просто политические государственные деятели, которые причастны или несут прямую ответственность за принятие нелегальных, коррупционных, криминальных решений, в том числе агрессии против Грузии, против России, против Молдовы, вмешательство в избирательную кампанию Соединенных Штатов Америки. Но олигархи там два раза, в двух подпункциях. Второе – это то, что называется олигархи, или крупные бизнесмены, или некрупные бизнесмены. И третье – это полугосударственные организации, их руководители, собственники и так далее. То есть, хотя очень часто этот доклад называется олигархическим, и вот стал таким термином, но на самом деле там упоминается не только эта категория, и другие лица. А сам по себе этот термин не очень удачный, потому что олигарх обращает внимание прежде всего, ну, в сознании людей воспринимается как человек, обладающий достаточными средствами. А в то же самое время самое важное в этом законе и по всему тексту этого закона, во всей огромной главе, которая посвящена России, не только в статье 241, речь идет постоянно о нелегальных операциях, о криминальных операциях, об агрессивных операциях. Поэтому ключевой критерий заключается в том, участвовало ли то или иное лицо в разработке, осуществлении, отдаче приказов, финансировании, информационном сопровождении, а также любых других действиях, способствовавших осуществлению криминальных, преступных, агрессивных, коррупционных действий. Андрей Николаевич, время у нас летит быстро и незаметно. Я хочу вам задать еще один последний вопрос, который мы анонсировали в начале этой программы. Я чувствую, что мы продолжать эту тему обсуждать должны, безусловно. Но вот в начале этой недели был утвержден оборудованный бюджет США на 2018 год. И вот в продолжении этой санкционной темы, в соответствии с этим бюджетом, на противодействие России в Европе, выделено 4,5 миллиарда долларов. Вот как вы считаете, в рамках вот этого понимания санкционного давления, того, что дальше будет происходить в отношениях США и России, Европы и России, что это за сумма и вообще практическая ценность этих усилий какова? Самое важное не эта сумма, потому что мы понимаем, что эта сумма в общем объеме оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки составляет незначительную величину. И вообще в общем объеме государственных расходов Соединенных Штатов незначительная величина. Самое важное – качественный сдвиг, качественный перелом. Он есть, на ваш взгляд? Естественно, потому что в предшествующие четверть века после распада Советского Союза и появления независимой России такой статьи в принципе не было. То, что такая статья появилась, отражает радикальный глубинный, можно сказать, тектонический сдвиг в сознании обеих сторон политического спектра в Соединенных Штатах Америки, чего не было никогда. И ничего, даже представить все было невозможно. Один из местных наблюдателей даже как-то пошутил, что Владимиру Путину удалось сделать невозможное. Он добился превращения американской политической системы в однопартийную. Ну, по крайней мере, по одному вопросу, по отношению к нынешнему Кремлевскому режиму. И вот это появление этой статьи отражает наличие вот этого консенсуса, нового консенсуса, которого раньше не было и о котором даже подумать было невозможно, потому что так или иначе либо одна политическая партия, либо другая политическая партия, либо достаточно значительно независимые наблюдатели средств массовой информации довольно энергично выступали, против или не были заинтересованы в этом. Сейчас по этому поводу существует консенсус, и этот консенсус действительно будет продолжать существовать. Он отражает абсолютное неприятие всей политической элиты Соединенных Штатов Америки, информационной элиты, бизнес-элиты, кого угодно, того беспардонного вмешательства в политические процессы на территории Соединенных Штатов Америки, которые происходили в последнее время. Не говоря уже о тех агрессиях, которые были совершены против соседей России. И поскольку до тех пор, пока вот эта политика продолжается со стороны Кремля, этот консенсус в Соединенных Штатах Америки будет существовать. И должен я сказать, вынужден сказать, что, конечно, иметь такую страну, как Соединенные Штаты Америки, иметь такие элиты, как Соединенные Штаты, политический, бизнес, военный, информационный в качестве своего противника, никому такого не пожелаешь. А они настроены достаточно решительно, чего никогда не было до того. Андрей Николаевич, спасибо вам большое за вашу оценку. Мы, как всегда, не успели обсудить, может быть, и третье того, что планировали. Опять надеемся на встречу с вами в этой студии. Будем продолжать наблюдать и продолжать анализировать. Я напоминаю, что специальным гостем в нашей студии был сегодня экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Ларионов. Спасибо за то, что провели эти полчаса с нами. Как обычно, дальше больше. Мы в эфирах ваших национальных каналов и на канале «Настоящее время». Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова